значит может быть мы сейчас вот поговорим действительно об инструментах на которых происходит занятие в школе этнобит да вот что это тут у нас заготовлены ряд видимо не 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 весь спектр возможный да вот расскажи пожалуйста что это такое как они что как на них играют я хочу коротко рассказать о типологии в основном 4 4 вида барабанов первые это котлообразные куда входят нагары кошенагары азербайджанские нагара узбекские литавры тоже есть барабаны цилиндры тоже кавказские доллы и большие барабаны бочки еще есть рамочные барабаны и кубкообразные барабаны чтобы вот часто используем рамочные и кубкообразные из них вот тут главный инструмент нашего обучения этого дарбука она появилась примерно 14 веке изначально его делали из глины или натягивали кожи потом стали делать основу из дерева тебе вот всегда когда я видел этот инструмент казалось что первоначально он был кувшином когда-то нет есть такая легенда что первоначально это было вообще такая штука как это назвать где ваза нет где образ брата ступ да вот он во время засухи просто в африке убрали эту часть сделали барабан есть такая линия вот этот барабан вот конце 80-х бы превратился вот как видите уже такой серьезный прибор до инструменты металлические с пластиком и именно такой барабан для российского для российского климата очень хороший потому что кожа на влияет на кожу влияет сырость пластик надежно власть надежный вы это дарбука и есть знаешь немножко покажи потому что вот сколько я не видел наших российских музыкантов которые может быть сами осваивают они смело и вот так вот между ног зажимает начинает долбасить обеими руками а это неправильно как я понимаю да вот как правильно играть на этом инструменте правильно играть когда это лежит на на колени потому что вот как его изобрели такого должен играть здесь левая рука считается чуть ли не самым главным главнее правы главный про потому что все наполнение допустим украшение делаю делается левой рукой когда играют таким образом теряется вот эти вот то что мы можем делать пальцами не сможем делать вот здесь будет неудобно поэтому лучше играть как я изначально традиция то громче можно стучать размах да громче не ну да может так дальше поехали дальше поехали есть рамочные инструменты которые мы также используем иранский иранский дэп тоже приобрел вот такой вид примерно лет 15 назад до этого делали из кожи естественно длинные такие кольца это вот иранский дэп еще есть вот узбекского дуэра вот отличие от дефов иранских арабских турецких дуэвов узбекской дура на узбекской дуэра не повлияло на шепь наше современные вот эти пластики вот как делали столетия назад из кожи и дерева, так и и сейчас делают. Там причём очень хитрый каркас, как я смотрю, он там многослойный, кажется, да, его как-то… Нет, вот как раз каркас делается из цельного дерева, его гнут в течение примерно трёх месяцев и делают такую идеальную форму. То есть сначала он прямой такой, обычный, а потом становится круглый. Желательно из акации, потому что когда кожу натягивают, настраивают, она сильно сжимает раму, и рама может лопнуть, не выдержать. Даже если она многослойная, тоже может лопнуть, поэтому его делать из цельного дерева, чтобы выдержало. А вот эта опция зачем? Для того, чтобы дойра при игре не упала, привязываются к большому пальцу. Натягиваются таким образом. Дойра. Дойра. Ну, у нас тут не все инструменты, да, есть? Ещё какие есть у вас, чем обладевают ученики? Есть ещё сагаты. Конечно, мы все инструменты не принесли. Можно прийти к нам в гости, посмотреть. Есть ещё сагаты, которые надеваются на пальцы, потому что основная тема у нас Дарбука, а Дарбука происхождение Египет. И поэтому вот то, что играется, то, что касается вокруг Дарбуки, мы обучаем тоже. И ДФ, естественно. Понятно. Ну, Кадыр, вот мало у нас времени, к сожалению, до перерыва, но, может быть, ты покажешь, вот с чего человек берёт первый раз Дарбуку, вот что он должен освоить, какие три основных удара? Они есть как раз в три основные удара. Это ДУ, ДЕ, КА. Ещё? ДУ, 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 ТЕ, правую руку и КА, левую руку. Кто правша? Понятно. ДУ, ТЕ, КА. Первое время будет очень неудобно, потому что мы привыкли играть правой рукой, а тут нужно ещё левой рукой играть. Хорошо. Ну, я думаю, что мы вот эту тему ещё продолжим. Опять же, я надеюсь, что у присутствующих появятся вопросы, потому что вот даже мне тут вблизи не всё понятно. Эти упражнения, как, впрочем, и остальные разговоры о барабанной музыке сегодня, мы продолжим после рекламной паузы на телеканале О2. Маленькая девочка со взглядом волчица. Я тоже когда-то был самоубийцей. Оно и что с того, что вчера я прилетел из Амстердама. Но если не брать во внимание пьянство и наркоманию... 25 лет на сцене. Производитель гитар Крафтер поздравляет легендарную группу Крематорий с юбилеем. Редактор субтитров А.Семкин